Пам-пам! Всем привет, с вами Карина! Ииии, решила составить топ пошаговых стратегий на PS1. Если вы считаете, что я что-то упустила, можете написать об этом в комментариях. И на пятом месте Battle Hunter. В годы после масштабной мировой войны, несколько ученых, оставшихся на Земле, собираются найти способ защитить человечество от вымирания. Для успеха им необходима жизненно важная информация из развалин городов со всего мира. Сбор информации они поручают элитной группировке, известной под названием Охотники. Игрок управляет одним из таких охотников и получает задания под добычей нужных реликвий из пещер от владельца магазина. Периодически игрок будет бороться против секретной организации, известной как VPHS, для получения необходимых реликвий. Четвертое место. Wandel Hearts 2. Четыре великие силы сошлись в кровавой и беспощадной войне. Для того, чтобы выжить, ты должен в совершенстве освоить тактику, стратегию и более 120 видов различного оружия. Ради чего? Конечно, ради мира во всем мире. И, может быть, руки прекрасной принцессы. Третье место. Final Fantasy Tactics. Геймплей игры отличается от того, что мы привыкли видеть в классической Final Fantasy. Вместо традиционного поля битвы, где противники и отряд игрока находятся по разные стороны, нас ждет изометрическая карта, поделенная на квадраты. Персонажи могут свободно перемещаться по всей карте, используя для этого очки движения. Эти же очки позволяют игроку атаковать, использовать умения и предметы. Количество очков и скорость их регенерации зависят от типа и профессии героя, которым стоит уделить особое внимание. По аналогии с классической серией игр, в Final Fantasy Tactics присутствуют различные классы и профессии, которые позволяют подогнать отряд под себя. Также на третьем месте. Front Mission 3. В этой игре игрок контролирует несколько героев, которые управляют большими роботами-ванзерами. В большинстве случаев его задача уничтожить вражеский отряд, используя разные виды оружия, тактическое преимущество и разнообразные стратегии. Ванзеры можно настраивать как угодно, менять броню, отдельные части, снаряжение и оружие. Помимо этого, создатели Chrono Cross и Final Fantasy реализовали неплохой сюжет и пару непривычных особенностей. Второе место. Цивилизация 2. Вам предстоит строить свою империю, управлять своим народом, вести рыночные отношения с другими государствами и многое другое. С полным переводом цивилопедии, а также описание местности. А также на втором месте. Hawks of War. По сюжету несколько команд борются за остров грязи и пытаются захватить его всеми силами. Геймплей же, в свою очередь, напоминает всем известных Worms. Передвигаемся по карте, выбираем оружие, целимся, учитываем направление и скорость ветра, стреляем. Бои такие же интересные, пошаговые, наполненные тактическими нюансами. Благодаря Hawks of War, жанр вылез из своих двумерных застенок. Новые идеи и юмор вдохнули жизнь в эту интересную и очень забавную игру. Первое место. Worms Armageddon. Это нечто большее, чем просто червяки, которых мы так любим и обожаем. Теперь в игре еще больше оружия, еще больше интересных нововведений, касающихся так однопользовательского, так и многопользовательского игрового процесса. Вот отличная и прикольная стратегия про червяков, в которой можно играть с друзьями и одному. Множество видов оружия и много карт, где происходят сами схватки. Субтитры создавал DimaTorzok